Буйковская или как его продолжают называть боевики Тельмана, в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана, это небольшой поселок в неподконтрольной Украине части Донецкой области. Мне нравится наше Тельманово. Люблю его и все. Люблю. В начале войны Тельманово и близлежащие села неоднократно попадали под обстрелы. Сейчас в самом поселке тихо. Только доносящиеся с передовой звуки напоминают, война все еще не закончилась. Тут же у нас полигоны, оно напоминает. Конечно, чувствуем. Мы их слышим постоянно. Взрывы, блин, туда дальше, ближе к соприкосновению. Чувствуем, что война идет, да. Нас в наше время здесь потрепало хорошо. По данным боевиков, в Тельманово проживает больше четырех тысяч людей, примерно как и до войны. Но молодежи мало, говорят местные. Меньше, гораздо меньше. Уехали, но вернулись. Мои дети только не вернулись, остались в Туле. И это неудивительно. Работы в поселке практически нет. Тут все частное. Все частное. И в полях работает участник. И в магазинах в основном. Какое у нас предприятие? Больница, район, школа, садик. Это такие у нас предприятия. У нас хоросята есть. На свинарнике работает много людей. В основном в бюджетных организациях. Ну, раньше Тельмановский район был большой. Карьеры у нас были, работы много было. Что касается стоимости коммунальных услуг, то местные, говорят, пока еще вытягивают. Но на цены в магазинах жалуются все. Все есть, но цены как-то быстро поднимаются. Люди не успевают за деньгами своими следить. Цены, конечно, высоковатые. По нашим пенсиям, зарплатам. Коммуналку подняли. Ну, сносно. Вот я не знаю почему, но у Тельманова цены выше гораздо, чем у Старобешева. Ну, в Авзовске там понятно, там море, там что высокий, да. А вот чем у Старобешева, там даже в Донецке меньше, чем у нас. А у нас никакого производства нет, а цены высокие. Уже больше года с оккупированного Донбасса практически невозможно попасть на подконтрольную Украине территорию. Боевики блокируют работу КПВВ, ссылаясь на коронавирус. Скучнее стало, на шоке. На море не прорвешься. У меня дети там выехали туда, убегали от войны, и не можем увидеться с ними. Чем ближе к линии разграничения, тем больше проблем из-за закрытых КПВВ. В селе Крещатицкое, недалеко от пункта въезда-выезда Гнутова, люди рассказывают, теперь в подконтрольную Украину Мариуполь добраться нелегко. Очень тяжело. Раньше 20 минут, и мы в Мариуполе. А сейчас тысячу километров надо сутки ехать. Прошлое месяце было. Очень тяжело. Дорога далась мне. Ровно сутки. А многие просто не могут увидеться со своими семьями. Дело в том, что мы остались на той стороне сиротами. При том, что у нас трое детей. И все там. А ехать очень тяжело. Я ехала в декабре месяце. Я 26 часов проехала тем, что 20 минут съехать. Я заболела, температура 40. Я приехала никакая. А сейчас приехала назад и вот не знаю. Болеем часто, а дети там. У меня семья умолила. То я хоть раз в недельку поеду и это самое. А сейчас я же не поеду вокруг. Там надо штраф заплатить, все остальное, ковид. Домой приеду, все разграблю. Работы в селе, как и в райцентре, практически нет. Остались только пенсионеры. Третья часть людей разъехались. Которые там помоложе, а кто постарше, те остались на месте. А где работа? Тут у нас почти работы нет. Вот это что, это самый частный сектор. Я имею в виду, что магазины, это самая аптека. В больницу там надо образование, кроме санитарки. В школе тоже самое. Ну, ездят везде, и в Седово ездят на работу. Вот у меня зять работает в Седово. Потому что детей же надо как-то поднимать. Ну, а что тут делать молодежи? Ну, что тут делать? Раньше тут было три бригады тракторных, поливочистка, ферма, гараж, полива. Сейчас нет ничего. И сейчас на вопрос, чего вы ждете в будущем, те, кто остается жить в оккупированных поселках, отвечают. Не только мира, но и открытых, как они говорят, границ. Это такой расплывчатый вопрос. Стабильность нужна. И уверенность у людей, чтобы уверенность в чем-то была. Мира хочу и стабильности, чтобы быстрее дороги открыли. Руси было ездить. Мира хочу. Чтобы свобода была, чтобы поехать, сел, поехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова